Какие это ролики? Каким образом микрофлора поступает в кровь? Ну, вот она всё время вам объясняет, что это идёт синдром дырявого кишечника. Я на консультациях это измеряю, да, это у большинства, это есть в той или иной мере. Когда очень сильный выражен синдром дырявой кишки, то это очень заметно, это уже серьёзные проблемы. Значит, или вот ролик, как догнать сразу трёх зайцев, убрать калит, цистит, простатит, эндометриот, триоз, вагенит. Значит, здесь будет опять же вот о том, что если вы уберёте вот это закисление внутренней среды, ну, вряд ли вы его просто уберёте по хлопываниям там виватона. Поэтому, ну, она тут вообще ничего не говорит о смене питания там, то есть, как бы, ну, какое-то облегчение вы получите. Я говорю, от свечек в том числе вы получите, там лучше будет идти, но может и так пойти, что есть ко мне и тогда у людей претензии, да. И здесь вот всё время я рассказываю, что мы идём между молотом и наковальней. То есть, вообще, настоящая натуротерапия, это как бы, это невозможно ничего вылечить. Организм знает, что ему делать, но мы не можем за него синтезировать, кстати, даже те же белки, жиры, углеводы, аминокислоты, жирные кислоты и даже свои углеводы. Мы не можем за него синтезировать гормоны, витамины за него не посинтезировать. У него всё в организме слажено, всё, можно жить здоровым. И есть такие примеры, это не только Дмитрий Лапшинов, дети-фруктоеды, да. Ну, с какими-то, может быть, небольшими отклонениями, практически незаметными. Далее, по поводу, значит, по синдрому дырявой кишки, да. Как попадает, это нам описали. Почему этот синдром дырявой кишки? Ну, вот здесь, там, конечно, начнётся самое интересное. О том, как идут процессы гниения, брожения. Туда, естественно, Ольга Шишова не пойдёт. Она вам вот верх айсберга показывает, что такие, ну, достаточно мягкие воздействия, чтобы вот сильно не вызвать уже настоящее очищение. Потому что у меня есть пациенты, да, которые до меня и дошли, потому что вы туда с Ольгой Шишовой-то и не дойдёте. Когда уже начинается всё по-настоящему. И особенно у молодых это выглядит очень-очень страшно и очень тяжело. Ну, это уже настоящая распаковка. Ну, это не каждому нужно. Вы сами здесь решаете. Безусловно, мы с вами пройдём и тяжёлые такие моменты. Но тут надо, ещё раз повторюсь, следить за тем, чтобы, если это распаковка большого количества солей, либо каких-то некротической массы клеток, то могут быть такие отёки, такие заторы, там, по мочеточникам, по желчно-водящим путям, что мы попадём на операционный стол. И здесь я, кстати, всегда-всего время подупреждаю, насколько я описываю вот ту терапию, которую мы с вами разрабатываем, делаем программу, чем она может обернуться, как важно регистрировать свои изменения и вовремя менять. Потому что... И это касается, кстати, и смены питания, про которую, конечно, Ольга Шишова вам говорить-то не будет. А люди, которые знакомятся с моим каналом, да, они-то вынуждены упереться и в вопрос изменения пищевой программы, потому что это первая ножка стула. И здесь, опять же, есть не очень такие хорошие моменты, когда люди, ну, точно не под моим контролем и, точнее, не по моей воле переходят, например, на сыроедение, а то и на фруктоедение, например, уже в таком зрелом возрасте. Кстати, хватануть может и не в зрелом. Но в зрелом возрасте, например, у человека начинается такая распаковка, начинают идти там такие соли, идет такое воспаление, да, и так далее. То есть, можно попасть на операционный стол, и это может начаться достаточно быстро, оказывается. Да, я всегда говорил, что в зрелом возрасте долго идет раскачка по-разному. И не обязательно, кстати, там ударять какой-то провоцирующей фитотерапии. Поэтому, да, я вот здесь подчеркиваю, у меня не очень хорошо, вот все-таки некоторые понимают, у меня канал не направлен на то, чтобы кого-то переводить на какие-то типы питания. Да, в идеале, конечно же, вы бы не стали все вот это есть, то, что, возможно, вы до сих пор едите. Все, что бродит, гниет, прогоркает. Здорово было бы это перестать. И когда смотрит мой канал люди, у них вот это вот идет ответ такой, ну, наконец-то, здорово, разрешили, сейчас я заживу, фрукты, это так здорово, и вообще все сырое, особенно фрукты, и денег не жалко. Все чудненько, но никто, избирательная какая-то идет, избирательное усвоение информации, то есть люди видят то, что они хотят, услышат то, что вот они хотят услышать, делают свои что выводы, как здорово это они видят, но они совершенно почему-то не относят к себе, что вы не сможете это сделать. Вы отравлены. Например, за 70 лет вы отравлены так, что над вами надо просто стоять с прибором и просто вас отмывать, и запихивать в вас мякоть, а то и варенку, вареные овощи те же, да, чтобы у вас не началась реальная распаковка по полной программе. Мы вас иначе просто, не знаю, потеряем. И вот этот момент никто не хочет, ну, многие просто игнорируют как-то, думают, что, наверное, это не про меня, но я-то проскочу, и человек видит, что, ну, вот вы видите, вы не проскакиваете. И большинство не проскочит так просто.